Бокер Тов, дорогие друзья! Шаббат Шалом! Мы начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы Шлах. И мы видим, Маше просит у Всевышнего разъяснить, что же будет, если дети, которых ты предназначен для того, чтобы они вошли в страну, согрешат в пустыне. Получается, что если они согрешат, то они останутся в пустыне тоже. Мало того, что отцы согрешили на 40 лет, так еще дети потом, если что, не смогут получить в страну, обещанную тобой. И этот грех был совершен при помощи виноградной грозди, которую принесли разведчики. Как же быть? Всевышний тут же обучил Маше, Митсве, приношение вина на жертвенник. С каждой жертвой, которая предписана в Торе, частной жертвой, или это общественное жертвоприношение, приносилось влияние вина. Пишется, если это ягненок, мы должны принести вина с ним четверть гина, столько же, сколько и масла. Это при одном омере муки. А если это баран, то мы приносим треть гина масла при двух омерах муки. И столько же вина. Треть гина вина. Ну, если это бык, то тогда приносится три омера муки. И одна часть, с ней приносится пол гина масла и приносится вина возрияния пол гина. Сколько это, трудно сказать, в каждом молитвеннике разные данные. Есть мнение, что это шесть литров, это один гин. Куда же это вино применялось? Были дренажные отверстия, проделаны в основании жертвника, и туда оно выливалось. Это вино. Вот так вот. И так мы искупаем наши грехи. Если мы их согрешим, то у нас есть возможность искупить грех. Если это общественные жертвы, это возъяние вина еще сопровождалось пением и игрой на музыкальных инструментах в храме. Вот так. Теперь у нас есть заповедь отделять халу. Тора говорит нам, что если мы живем в стране, то мы обязаны приносить халу коину отделять. С чем это связано? Связано это с тем, что согрешила первая женщина, которую зовут Хава. И теперь любой хлеб, изготовленный из пяти видов злаков, из пшеницы, из полбы, это дикая пшеница, из ржи, из овса и очменя, любое это тесто, от сырого теста отделяется кусочек халы. Сколько это? Каждый спрашивает у своего раввина. И эта хала отдается коину. Если это Песах, то это, видим, в Маце отдается. А что касается сегодняшнего дня, то отделяется хала и сжигается. На сегодняшний день так. Мы не обязаны на сегодняшний день ее вообще отделять, но мудрецы это постановили, чтобы этот закон не ушел от нас. И тот, кто приносит халу, получает очень большое благословение. Приносит в дом достаток. А небрежение этой митсвой навлекает на мир голод. Так что нужно к этой митве очень серьезно относиться. Есть данные, мы читаем, что если это от 830 грамм до кило 230, по-моему, там есть данные, что нужно отделить халу. А если меньше, чем 830 грамм, мы не отделяем халу. Если уже больше, надо отделять ее с благословением. В общем, это все узнаем у своего раввина. Всем всего самого наилучшего. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок выдал за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владира бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосим, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самоил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Борис бен Мария, Анна бот Римка, Полина пер бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Миря, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Афира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Юлия бот Белла, Мазал Парасас Гула, Ирина бот Ури, Арон Арьебен Ури, За хороший дух Арон Арьебен Двойра, Денис Бен Нахум, Авигал Бат Сара, Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, всем все самого наилучшего, шаббат шалом, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok